Корреспонденты телеканала Видное ТВ продолжают рассказывать о победителях премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». На этот раз в объектив нашей телекамеры попала Наталья Калинина с проектом «Инспекторы-волонтеры. Проверь, товарищ, правильность факта». Наталья Калинина возглавляет Ленинское районное отделение Всероссийского общества охраны природы уже 8 лет. За эти годы ей и активным волонтерам удалось предотвратить не одно правонарушение в сфере защиты окружающей среды. Для этой организации задача номер один является сохранить природное достояние района. К сожалению, порой происходит так, что предприятия или частные лица, когда срубают очередное дерево, не задумываются, к чему это может привести. В своей работе общество взаимодействует с полицией, Ростехнадзором и администрацией, но этого недостаточно. Мы обращаемся и к банкам, и к организациям, особенно строительным организациям, которые на самом деле ответственны за то, что они делают с окружающей средой. Но поддержки добиться, я хочу сказать, что практически невозможно. Уже столько раз старались привлечь внимание, потому что все-таки нужно поддерживать эти организации. Но благо есть добровольцы, которым не безразлична экологическая обстановка в районе, и эти люди зовутся волонтерами. Проект Натальи так и называется. Инспекторы-волонтеры, проверь товарищ правильность факта, за который она получила диплом третьей степени в номинации общественный контроль. Сама Наталья не считает свой проект чем-то особенным. Это просто работа, которую члены ее организации делают изо дня в день. Но чтобы люди увидели результаты деятельности общества охраны природы, она оформила повседневную деятельность организации в виде проекта и отослала на конкурс в нашей Подмосковье, не ожидая стать лауреатом. В ней она привела несколько примеров, когда с помощью волонтеров удавалось решить сложные вопросы. Люди должны задуматься, что они делают. Поэтому эта премия, она, конечно, в большей степени, чем все что-либо другое, способствует именно общению людей, обобщению вот этих вот их мыслей и надежды на то, что мы можем сами чего-то добиться. Большую роль в деятельности общества охраны природы играет активность обычных граждан. Если на ваших глазах происходит незаконная вырубка деревьев, порча земли, уничтожение животных, загрязнение источников воды, собирайте подписи о правонарушении, а далее связывайтесь с Натальей Калининой, которая вместе с остальными волонтерами поможет устранить проблему. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Вуслаева, Видное ТВ.